Всем привет! Меня зовут Игорь и сегодня я хочу записать видео о том, как мы катались, сплавлялись на лодках по горной речке. Ну или другими словами это называется рафтинг. Немного водных слов. Мы сейчас отдыхаем в отеле Diana Club. Это Турция, город Марморис. И на сегодня у нас была запланирована как бы рафтинг. Так, стоило все это дело порядка 70 долларов с человека. Ну и собственно я просто подряд расскажу и дам какие-то советы, которые возможно помогут и откроют глаза на то, что тут происходит. Но это не значит, что тут все плохо, но как бы некоторые мысли по этому поводу есть свежие. Так вот, в общем-то все это начинается с 7 утра, когда я рассказываю для тех людей, которые возможно будут в этом же отеле. И будут от туристической компании Pegas покупать путевки. То есть как все это происходит. Вы купили путевку, в 7 часов вас вот от Diana Club забирает автобус. И вы едете часа полтора до места, где вам там проводят первый инструктаж. Вы там, кажется, завтракаете. И после этого еще по горным серпантинам, еще полтора часа вы едете на какой-то маршрутке до места, до речки, на которой вы будете сплавляться. То есть это просто добивает. То есть 3 часа вы едете до базы с лодками. И после еще полтора часа вы едете по горной пыльной дороге. Окна открыты. Все очень, ну там, у кого тяжело с перепадами высот и так далее укачивать, там просто жесть. Но мне с этим как бы нормально повезло. То есть это уже 3 часа, вы понимаете, как бы в ту сторону мы едем 3 часа. Дальше вам, ну вам проводят уже непосредственно технику безопасности, вас рассаживают. Там как выплывать из воды, как себя везти на воде, если вы выпали из лодки и так далее, и так далее. В лодке 6-7 человек. Ну, в нашей было 5, потом было 6. Ну и, собственно, вас запускают. Есть инструктор, который сзади управляет всем процессом, говорит там, кто гребет с правой стороны лодки или с левой стороны. Там если всем садиться, то есть чтобы не выпустить из лодки. Вот, ну в плане безопасности там все нормально, очень построено, мне понравилось. То есть никто там, никто там все ничего не разбил, никто не ушибился. Причем, что примечательно, вы едете не сразу же там, там 6 километров воды, как бы трасса. То есть не сразу же все 6 километров, а вы проехали там 500 метров в причале. То есть там несколько лодок, несколько плотов, не знаю, как это назвать правильно. Соответственно, что происходит дальше? Дальше вы доплываете до конца, и вас забирают тоже этот же автобус. Вы вручную закидываете эти лодки на крышу, ну там, как бы взаимопомогая друг другу. И едете еще полтора часа, вот опять по этим горным серпантинам, то есть до базы, до, где вот этой лодочной станции, где тусуются эти, ну, как бы рафтеры, там происходит ужин, там потом вам предлагают купить эту пленку за 40 долларов, некоторые нам за 50 предлагают, ну, в разные дни, видимо, по-разному. Вот, и... Ну и как бы все, и потом еще часа два вы едете назад, потому что как-то сегодня у нас это было очень медленно. Вот, я так примерно описал картину, и как бы какие тонкие моменты здесь можно сказать, что, во-первых, как бы при всем уважении к женщинам, к девушкам, к дамам, на лодку, ну, как бы женщин брать на лодку лучше не стоит, ну, потому что они реально медленнее грибут, они там быстрее устают, то есть есть шанс перевернуться, есть шанс просто... Кстати, по поводу того, что вот есть база, есть речка Даламан, и вот эту речку нужно переплывать на лодке, а это достаточно тяжело, то есть нас там в лодке было трое мужчин, один инструктор, который сзади там рулит, и еще там три девушки. И было реально сложно, потому что девчата вообще не работают, ну, как бы, типа, мы устали, и все, гривите, парни. Вот, и приходится реально грести, то есть какое-то удовольствие, удовольствие сильно не получаешь, то есть фигаришь, 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 там народ глумится, не знаю, почему меня такие вызывают чувства, но мне как бы казалось, что такая мужская работа. Вот. То есть в остальном, что касается девушек, там нормально. То есть можете, если вы девушка, и вы хотите поучаствовать в этом, в рафтинге, то вперед. То есть очень не понравилось то, что речке приходилось вот реально переплывать там на километр, километр воды, причем там течение сносит постоянно, нужно постоянно ехать. Что еще, что еще хотел сказать, и реально, реально добивает эту дорогу вот оттуда, до туда, до туда, до туда, то есть там вот туда три часа назад, три часа, там сплавление, часа полтора где-то может быть. Но у остального все прикольно, то есть оно стоит там своих 70 долларов, мы не покупали это с улицы, покупали непосредственно у Пегаса. Ну и, ну, вот лично мои такие мысли, что у них, наверное, в плане безопасности и как бы сервисы построены получше, то есть чем купить на улице. Но опять же, я не покупал на улице, сложно сказать, не знаю. Не знаю, не знаю, так это или не так. Что еще хорошая? Ночь, короче говоря, очень сильно выматываешься, потому что я сейчас приехал, уже такой в душ сходил, сейчас поужинал, сейчас уже настроение такое стало получше. То есть сейчас можно тут погулять, сейчас уже вечер, тут около полдевятого вечера по местному времени. Час с разницей с Москвой. Ну вот, что я хотел сказать по поводу рафтинга. в Диане Клабе, в Мармарисе, в Турции. Поэтому, если будете, вот обратите на это внимание. И можете спрашивать какие-то вопросы, задавать под видео на Ютубе. И если вам это видео понравилось, то ставьте обязательно лайк, палец вверх, чтобы как можно больше людей об этом узнавало и, соответственно, больше людей обучалось, получало какие-то правильные мысли. Вот, всем спасибо, с вами был Игорь.